Друзья, всем привет! Очередное видео на моем канале и будет оно называться ABB Pro Man's Physique вместе с WBF Pro Muscle Models. Вы наверняка слышали о такой дисциплине, это когда парни выходят в шоках на сцену и такие достаточно известные парни, например, как Том Холлиман, выступают в мире. И сегодня я хотел бы вас познакомить с достаточно новой федерацией, новой дисциплиной, о которой в России мало кто знает, но все видели фотографии атлета, выступающих в этой дисциплине. Итак, знакомьтесь, первый и пока единственный профессионал WBF в дисциплине Muscle Models Никита Комаров. Привет, Никита. Никита живет в Казани, сейчас мы находимся в Москву. Дело в том, что у Никиты уже на этой неделе, через несколько дней, самый ответственный, самый главный старт в его жизни, он будет выступать на чемпионате мира среди профессионалов. И впервые русский атлет будет принимать участие в столь значимом, столь большом турнире, а сам турнир будет проходить непосредственно в Канаде, в Анкурии. Ну что, Никита, для начала хотелось бы безусловно сказать тебе спасибо, что ты нашел время перед своим стартом приехать и пообщаться со мной, пообщаться с нашими зрителями и безусловно рассказать информацию, поделиться о том, как ты стал этим заниматься, как ты достиг такого успеха. Ну что, тебе слова? Так, начнем с того, что выступать я начал в далеком 2008 году, то есть и это была категория фитнес. Маленькие ребята, потому что сам был я небольшого роста, небольшой массы и решил выступить в категории фитнес. То есть первые года, как бы вроде, у нас как говорят в спорте, если раз попробовал выступить на соревнованиях. То есть либо тебя затянет, либо ты просто вообще на пульс перестанешь этим заниматься. Вот, и как-то так понеслось, то есть меня затянуло. То есть я начал постепенно выступать, начиная с городских турниров, то есть городские, дальше на Россия. Далее постихоньку начал переходить на международные старты, но, знаешь, с такой опаской, как бы, блин, ну, а смогу ли я, не смогу. Потому что вот тоже просто так мне охота, как бы, ездить, тратить деньги, то есть надо свои, оценивать адекватно свои возможности, свои силы. И вот как-то в 2012 году у нас был турнир в Казани, чемпионат мира, где вот впервые попробовал выступить, как бы, ну, на международном старте. И ехать никуда далеко не надо, и могу проверить свои силы с атлетами сильнейшими. И тогда я вошел в тройку. Стал третьим. То есть меня обошли два брата белоруса, которых я выиграл на России. То есть, ну, там были ошибки уже в подготовке, в подводке, то есть ошибки я просчитался немножко. И это просчет стоил мне победы. Вот. Далее уже пошли турниры такие, как Мистер Вселенная, проходил ежегодный турнир в Гамбурге, также чемпионаты мира. И у меня все время получалось так, что я ходил в топ-3, но не как мне первое место. На чемпионате мира на Кипре я стал вторым, проиграв одно, один балл французу на Юниверсе. Один год я не влез в категорию своего фитнеса, 87 килограмм, пришлось выступать мне по бодибилдингу. И опять же в бодибилдинге я стал четвертым. То есть для фитнесиста, встать среди бодика четвертым, блин, это там что-то было такое. Потом я как бы для себя принял решение такое, то что, ну, уже нельзя, не могу я уже влезть в эту, в категорию уже, то есть 87 килограмм ужаться, потому что последние мои такие уживания очень сильно ударили по здоровью, по всему. То есть я со 128 килограмм слил 87 килограмм, то есть веса. И потом, приехав домой уже, посидели с руководством клуба нашего и подумали, что делать дальше? Где можно получить прокарту вначале? Ну, IFBB, что-то, ну, куда? На тот момент еще, по-моему, только развивался Мэнс Физик, то есть поэтому как бы это был 14-й год, конец 14-го года, вот буквально только развиваться он начал, мы такие, нет. А вот я говорю, есть такая федерация WBFF, то есть мы открыли сайт, посмотрели, да, действительно, и первый турнир, который мы взяли, это был 15-й год в Лассаженсе, то есть я говорю, давайте сюда, ну, то есть попробуем, категория вроде интересная, ты вроде не должен быть слишком маленьким. Ну, ты скажешь как раз про категорию, как называются такие категории? Да, моя категория называется Масл Модул. В нашей федерации имеются две категории, это Фитнес Модул и Масл Модул. Фитнес Модул это ребята поменьше, то есть спортивного телосложения, как они, если дословно перевести, в здоровом теле, скажем так. Масл Модул это ребята чуть больше фитнеса, но меньше бодибилдинга, то есть, но и как тенденция сейчас идет, как, наверное, везде, как в вашей категории, так и в нашей, то есть преобладать начинают большие ребята, то есть категория начинает расти, в плане атлеты начинает расти и зачастую перерастают уже категорию, вот. И мы выбрали эту категорию Масл Модул, то есть там критерии оценки Фитнес Модул и Масл Модул немножко отличаются. У нас в нашей категории, получается, это два раунда, а, даже не два раунда, один раунд, это выход в шортах, то есть вышли и пошли сравнения, но опять же сравнения не как бодибилдинги, стандартные позы, у них в основном акцент идет, это демонстрация мышц брюшного пресса, то есть у кого как они развиты и мышц спины, то есть именно позы со спины, то есть даже когда вот я был в Америке, а нам даже за кулисами объясняют, ребята, никаких бодибилдерских поз, то есть ни двойных бицепсов, ничего не показывайте, если показывайте, то есть эстетические позы, то есть чтобы это красиво смотрелось, то есть вот. Критерии категории Фитнес Модул, Фитнес Модул у них два раунда, это раунд в шортах, то есть ребятишки уходят и раунд в костюмах, то есть ты должен показать себя, критерии оценки, презентация, то есть как ты ведешь себя на сцене, показать качество и как ты выглядишь в костюме, то есть проходка, то есть своего рода такой модельный немножко, модельная категория, вот. В Масл Модул оценивается также презентация, поведение на сцене, то есть ты должен себя чувствовать уверенно, когда я даже стоял за бэкстейджем, то есть я наблюдал как выходят ребята и зачастую, знаешь, видишь, такие неуверенные в себе идут и они такие, ну, вроде немножко межуются такие. Я думаю, блин, так нельзя, ты прилетел сюда и ты должен по полной отпахать получается, у тебя шанс, тебе дается 45 секунд на проходку, чтобы показать себе дефилет, и то есть пришлось отработать по полной, то есть ты выходишь, просто получаешь удовольствие от того, от зала, от сцены, то есть от атмосферы, то есть от всего начинаешь получать удовольствие, то есть и тем самым результат не заставить содержать. Окей, по критериям понятно, а тогда расскажи, как тебе удалось получить про картину? То есть было такое, в категории у нас было 17 человек, то есть я не скажу, что как бы все были идеальные, то есть, но топ-10 были как бы ребятишки, все как бы в порядке. Вот. Это был турнир Лос-Анджелес среди любителей, то есть мы когда сидели за кулисами, то есть в гримерке, ну, как бы русскоязычный парень был, и ребятишки так, ну, мальчишки прикололись, такие, типа, я понимаю, чем идет разговор, но они думают, как у меня языковой барьер у нас какой-то с ними, они такие начинают друг друга интересоваться, кто на чем подводился, кто на чем сидел там, кто что ел, кто как подводится. И один такой поворачивается, типа, чувак, а ты как это? А, русский! Типа, ну, ты не можешь ответить. Нет, и в принципе поговорили, нормально, то есть все с ними обсудили, все как рассказали каждый, кто как подводится. И был такой момент, остается там буквально у нас час до выхода, все начинают у нас как грузиться, вот знаешь, до выхода там начинают есть сладкие, арахисовую пасту, полный, короче, хаос начинается с едой там, то есть начинает по максимуму себя грузить едой, как будто такое ощущение, то что соревнования у них, вот они сидели на диете, и вот им все, день загрузки, они начинают все нажирать, нажирать, нажирать. Я приметил, смотрю, сидит один парнишка, то есть он был местный, свиноса Михаэль, и он сидит как бы и ест говядину, просто ест говядину, спокойно. И он потом говорит, я тебя тоже увидел, ты сидишь и просто спокойно грузишься рисом, то есть спокойно, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Я говорит, я сразу понял, что ты в теме как бы сидишь, и тогда это вышло, вот выходит наша категория, нам все объяснили в начале, то есть там у нас была репетиция, показали как выходить, чтобы это было красиво, то есть они объяснили проходку, как все, кто выходит, все это сделали, чтобы на вечернем шоу все было на сто процентов. Меня поставили вторым, то есть, честно скажу, я расстроился, ну блин, е-мое, столько пахать, столько лететь, я понимаю, что за второе место про-карту не дадут, блин, надо будет лететь через неделю опять в Данию, то есть это, представляешь, перелет, да, то есть с Америки прилететь обратно в Казань, буквально пару дней там позаниматься, там какие-то манипуляции поделать, там с водой, с диетой и опять улетать уже в Данию, то есть на следующий турнир, а в Дании, как бы сказать, там тоже конкуренция была бы такая, очень сильная, потому что Европа, то есть европейские атлеты, то есть они, то есть можно сказать, я скажу, одни из сильных и считаются атлетов, начинают награждение, то есть третье место получает квалификацию на чемпионат мира и как бы это, подожди, смысл, квалификацию на чемпионат мира, если третий получает квалификацию на чемпионат мира, я считаю, я остаюсь вторым, он говорит, Никита, мы тебя поздравляем, ты получаешь про-карту, то есть мы хотим видеть тебя и Михаэля, то есть в нашей WBFF семье, то есть это в про-семье нашей, то есть поэтому ты получаешь квалификацию на чемпионат мира и получаешь карту профессионала, то есть бывает у них в федерации такое исключение, то что когда про-карту получают два, а то и три атлета победителя, ну просто когда они реально очень крутые, потом, чтобы увидеть более, в конце года, то есть шоу, которое будет проходить, на тот момент проходил в Лас-Вегасе, если будет в этом году, кстати, в Торонто, не в Ванкурии, а в Торонто, вот, чтобы увидеть все эти лучшие тела планеты, то есть в одном месте, то есть они поэтому, то есть дают лучше, то есть потому что обидно, да, получить, ты вроде в хорошей форме, как бы, а там уже, как скажешь, там, а там уже разберемся, то есть на чемпионате мира кто лучший, но помимо того, то что лучшие за этот год профессионалы, кто получили про-карту, есть профессионалы еще прошлых лет. А сколько примерно человек будет выступать? Знаешь, я рассчитываю человек от 40 до 60 в категории, да, это категория про, то есть я рассчитываю, я отслеживаю на сайте, то есть на сайте, инстаграм в основном, то есть кто будет участвовать, и там достаточное количество уже этих претендентов, конкурентов, и еще есть те, кто еще не выкладывает свои фотки, так скажем так, темные лошадки, поэтому я до последнего думал, что Джака де Бруно будет выступать, потому что как-то промелькнуло... Да, промелькнуло в ленте то, что типа, то есть будущий как бы участник, но я тоже следил за ним, смотрел по фоткам, ну очень, и мне так это на мысленную толку, а не готовится ли чувак там случайно-то это... Будет, кстати, очень интересно увидеть его там. Расскажи, что получает победитель, ради чего все эти мучения? В первую очередь это именно признание федерации тебя, то есть у них помимо того, что есть соревнования, есть еще номинации своей, там лучший тренер, лучший атлет года, то есть победители уже дальше продолжают в номинациях участвовать, то есть на следующие годы федерация их отслеживает, то есть она их поддерживает и начинает принимать участие в номинациях различных, там их очень много, я все не могу мне сейчас вспомнить. Вот, также это спонсорский контракт с фирмой-спонсорами, с официальными спонсорами чемпионата мира и какой-то призовой денежный, это само собой. То есть вот пока все, что могу сказать по поводу этого. Хорошо, окей, теперь давай немножко поговорим о твоей подготовке. Вопросы стандартные. За сколько времени начал готовиться, примерный массонаборный период, жиросжигающий период, твоя тренировка на жиросжигающий, твоя спортпит на жиросжигающем, бжу на жиросжигающем этапе? В принципе, из формы я старался не выходить, потому что я знаю, если я сейчас начну разжираться, то есть организм вспомнит старое, то есть я начну очень сильно набирать, потому что, а кстати, да, вот забыл сказать, в этот раз я очень много, я полгода отдыхал, в плане, ну, от приема, да, от всего отдыхал, и поэтому очень сильно, как бы, добавил лишнего, и подготовку я начал примерно с весны, то есть где-то за 15 недель. Ну, знаешь, это были такие 15 недель, как сказать, 15 недель свободной такой подготовки, вроде как я держу питание, могу себе что-то позволить там поесть, но вот четкая подготовка началась, четкая подготовка началась именно конкретно за 8 недель, то есть когда я взял себя в руки и начал готовиться, то есть целенаправленно, потому что понимаю всю ответственность, то есть ты единственный спортсмен, будешь представить Россию, как бы нужно достойно будет выступить, там показать то, что русские атлеты, как бы могут дать жару тоже на международных турнирах, потому что нас тоже со счетов никто не списывал, потому что представители нашей страны очень мало выступают, то есть на такие, как и у тебя в категории, так и у меня. Кардио делаю я постоянно, то есть стараюсь минимум 4 раза в неделю делать. Тренировки у меня в основном не меняются, то есть, но я тренируюсь интуитивно. То есть на массонаборе, на сушке и в межсезонье одни и те же тренируются? Да, то есть я тренируюсь интуитивно, хотя ноги я тренирую очень редко, то есть раз в 3 недели. Какое впечатление? У меня очень хорошо они откликаются на нагрузку, и получается дисбаланс, то есть ног сверху. Я их начинаю тренировать только за месяц до турнира, чтобы как бы увеличить энергозатраты на тренировки. То есть все остальное время, они просто в поддерживающем режиме находятся. Ну все остальное время, то есть в своей подготовке я уделял тренировке мышц плеч и грудных мышц, потому что у меня грудь отставала на тот момент, то есть не знаю, что в этот раз получится, то есть сейчас посмотрим. Вот. Руки стараюсь вообще не трогать, потому что у меня руки так же, как и ноги, откликаются очень быстро на нагрузку, то есть поэтому... Что касаемо моего рациона, на, скажем так, на начальном этапе подготовки, у меня порядка 300 грамм углеводов я держал. Ну если по бужу рассчитать, 300 грамм углеводов, примерно 250-300 грамм белка и порядка 100 грамм жиров, то есть это на начальном этапе. То есть далее, само собой, все это урезалось до определенных цифр. То есть к конечным цифрам я подошел, это 100-150 грамм углеводов, 350 грамм белка и 60-70 грамм жиров. И дальше уже отслеживал по форме, дальше просто манипулировал на физическую нагрузку, то есть по расходам энергии, то есть которую я отразил. Сколько у тебя силовых, сколько кардио в неделю? На сушке в конце? В конце я перешел на 7 силовых и 7 кардио. А, нет, получается у меня 7, у меня было разделено 7 силовых тренировок, это последний месяц, то есть до этого было 6. Получается в понедельник, среду, пятницу я делал кардио после силовой, вторник, четверг, суббота, воскресенье, то есть когда времени было побольше, я делал утреннее кардио и кардио после силовой. То есть получается 7 силовых тренировок, плюс 7 кардио, плюс еще 4 кардио. Да, то есть 11, 18 тренировок в неделю. 18 тренировок в неделю. Нет, ребят, вот что такое профессионалы, неважно, АВБ, Ваба, Наба, Нак, 18 тренировок в неделю человек делает. Слушай, ну если честно, знаешь, что я вот сейчас тоже готовлюсь к соревнованиям, но вот у меня реально не хватает сильно такое количество тренировок, то есть я на начальном этапе массонабора, когда силы полно, я делал все-таки 6 силовых тренировок, ну и там и 6 кардио, соответственно. Сейчас реально я уже чувствую, не успеваю восстанавливаться, делаю 5 силовых тренировок, 6 кардио, ну и так 6-8 там, как получается, да. Просто скажи, неужели реально с каждым день без выходных целый месяц тренироваться, именно силовые тренировки делать? Мы с каждым встречались примерно год назад, я тебе рассказывал, что когда готовился к категории фитнес, я тренировался вообще без углеводов. Сейчас небольшое количество углеводов, это для меня просто, я говорю, это нереальная энергия, то есть дается. А плюс, конечно, применение спортивных добавок, то есть я очень много начал принимать в последний месяц спортивные добавки, спортивное питание. Очень много принимаю БЦА, прям очень много. Я даже, знаешь, не считаю по граммам, я просто закидываю черпаки, ну я думаю, порядка 60-70 грамм БЦА в день, то есть у меня выходит. Плюс это изолят различный. И вот последний месяц мне предложили сотрудничество фирмы европейская MyProtein. Скажи, по-моему, просто многих интересует, как можно контракт получить с компанией, как они на тебя лучше? То есть, ну, на самом деле они как на меня вышли. Просто, блин, ребята, если вы думаете, что, блин, они будут к вам стучаться дверь, не дождетесь, блин, тут надо действовать самому. То есть, взял просто тупо написал и все. Я говорю, я такой-то, такой-то, выступаю-то, там-то, там-то, еду-туда-туда, и просто хочу, чтобы вы рассмотрели мою кандидатуру, как вашего спортсмена. Через две недели меня отвечают с положительным ответом, то есть, и после чего, то есть, начинают меня, как-то это, уже помогать мне в моей подготовке. Я расскажу, чтобы все понимали, что просто у нас принято, что большинство спортсменов такого высокого уровня, они как бы нигде не работают, их задача только есть, спать и тренироваться. У тебя так же, или ты еще сверешь работать? Блин, ребят, есть, знаете, это прекрасно для тех, кто живет, мне кажется, за границей. Вот они просто едят, спят и, блин, тренируются, мы же не знаем до конца их деятельности, они так же могут работать, так же кто-то, вот, знаю, например, по своей федерации спортсмены, они так же работают персональными тренерами, то есть, причем успешными, то есть, тренерами. Я работаю персональным тренером у себя в городе, то есть, я совмещаю, скажем так, приятное с полезным. Казань, если ребята смотрят из Казани, и вы еще не знаете Никиту Комарова, ребята, идите к нему на персональные тренировки, хотите такие банки, как у меня, он знает секретарь. Вот, и как бы, тут, наверное, скорее всего, больше зависит от тебя, то есть, хочешь, ты всегда сможешь сделать, то есть, блин, если хочешь выступать, значит, тебе надо, в первую очередь, тебе, а не кому-то, значит, будешь работать, будешь зарабатывать, то есть, ребят, и денег в нашем спорте никто не дает нам просто так, на поездки, на выступления, все это, блин, ненасильным трудом нарабатывается, и самое главное, желание, желание и стремление, мотивация, чтобы у вас была, потому что, и вот, наверное, последний месяц, больше, скажем, мотивации сыграло тоже, если так, не последнюю роль, в плане того, потому что ответственность перед клиентами, потому что ты готовишься, вроде это твои проблемы, как бы, ты стараешься, как бы, не в этот круг, вот своей подготовки, никого, как бы, не вписывать, ни родных, ни близких, но все равно все интересуются, все переживают, клиенты твои, друзья, то есть, как, что, ты едешь на такой турнир, и как-то старайся, и, блин, просто оплошать, перед, даже перед ними, как-то, знаешь, неохота, то есть, это как-то подает мотивацию свою, другое, блин, ты такой сидишь, иногда думаешь, блин, я лечу в Торонто, ну, я про себя, как-то, одним вечером сижу, ну, что-то так бывает, иногда так, где пора находит, начинаешь, настроение, ты лечишь, что-то там, потому что на диете, там, бывают резкие такие скачки, перепады настроения, а потом думаешь, блин, чувак, что ты, переживаешь, что ты расстраиваешься, у тебя все хорошо, ты жив-здоров, ты, блин, готовишься на турнир, ты летишь, там, через, там, две недели на соревнованиях, там, в Канаду, ты будешь представлять Россию, единственный будешь представлять Россию, блин, и это всем придает какую-то ответственность, и поэтому, как бы, это тоже служит такой своей родной мотивацией. Ну что, друзья, я думаю, что в адреса всех людей, которые смотрят данный ролик, я пожелаю Никиту, первую очередь, хорошего выступления, о том, чтобы он спокойно долетел до Торонто, до Канады, чтобы ему не залило там водой, чтобы он смог правильно подвестись к соревнованиям, чтобы он показал ту форму, на которую он рассчитывает, и, безусловно, самое важное, чтобы эту форму оценили ему судьи. А я, в свою очередь, пожелаю Денису удачи на его турнире, на самом, на самом престижном турнире, на Мистер Олимпе, в этом году, в сентябре. Пожелаю ему удачи, то есть, показать достойную форму, чтобы судьи оценили его, то есть, и, как говорится, победит сильнейший. Да, да, да. Ну, Никиту я пока не отпускаю, я, как мы все-таки находимся в тренажерном зале, я бы попросил Никиту показать... Потренировать, потренировать. Потренировать меня. Да, да, да. Все-таки здесь есть тренажеры, давайте пусть Никита нам покажет какие-то либо его любимые упражнения, либо секретные упражнения, либо пять его каких-то любимых упражнений в тренажерном зале, потому что все-таки, раз он профессионал, значит, он должен что-то в этом знать и разбираться. Ну что, пойдем в зал? Да, пойдем. Ребят, сейчас я вам покажу свою тренировку на последней неделе перед чемпионатом мира в Торонто То есть смысл моей тренировки Я тренирую все мышцы за одну тренировку именно в супер сериях Это грудь, спина, плечи, руки Первая наша пара будет жим на наклоны, как мы сейчас сделали И второе упражнение это будет разведение гантелей на наклонной скамье Что касаемо повторений, здесь мы будем выполнять по диапазон 15-20 повторений Чтобы максимально пожечь наш рикоген перед загрузкой Следующая наша пара Это будет тяга вертикального блока совместно с тягой райдера Чтобы максимально проработать наши широчайшие мышцы и сделать, подчеркнуть их сепарацию Следующая наша пара переходим, это будут плечи Сейчас переходим к маленьким мышцам То есть их потренируем в трех подходах 15-20 повторений Также супер сериями И завершим нашу тренировку Тренировка супер серии на руки Сделаем обычные разгибания на трицепс канате И сделаем подъем гантелей на бицепс Все элементарно и просто, никаких секретов Ребята, вот и закончилась наша тренировка Данную тренировку я продемонстрировал Как тренировку на последней неделе Перед чемпионатом, перед соревнованиями Которую делаю я Можете также попробовать ее на себе Данная тренировка, скажу так Подходит именно для последней недели Именно подводки Когда веса небольшие Нужно максимально прорезать рельеф То есть накачать мышцу кровью по максимуму Проработать ее То есть данная тренировка подойдет И опять же, ребят, все индивидуально Подбирайте различные сочетания упражнений Различные комбинации Под свой организм Слушайте свой организм Ну что, друзья, вот вы видели тренировку Никиты в последней неделе перед соревнованиями Я думаю, у вас у всех остался один вопрос Который я, наверное, сниму с ваших уст Сколько этот лось весит? Сколько он весит в граммах? Нет, сегодня с утра, ребят Мой вес составлял порядка 108 Сколебился до 109 килограмм То есть вот так То есть у меня вес примерно сейчас 98-99 У него 108-109 То есть сейчас он на 10 килограмм больше Соответственно, ребят Для кого Манс Физик кажется маленькой дисциплиной Welcome to Mass Models WDFF Там можно вес, соответственно, побольше иметь Плюс еще у них шорты короче, чем у нас в Манс Физик Поэтому там видны ноги Это для тех, кто говорит, что в Манс Физик нет ног И кто хочет показать свои ноги Welcome to the party на нашу федерацию Да, я думаю, ты не будешь против, если ребята найдут тебя в ВКонтакте Ты же есть ВКонтакте? Да, есть у меня ВКонтакте Есть страница в Инстаграме, в Фейсбук То есть находите меня, задавайте свои вопросы интересующие Буду с радостью на них отвечать Вот, ну, а вам традиционно, ребятки, спасибо большое, что посмотрели это видео Не забывайте ставить большой палец вверх для этого парня Пишите свои вопросы в комментариях Я и Никита постараемся на них ответить Не забывайте подписываться на наш канал Ну и самое главное, занимайтесь спортом Занимайтесь своим здоровьем Любите, уважайте своих близких Всего вам хорошего И до новых встреч, друзья Пока И болейте за нас на турнирах За Дениса на турнире Мистер Олимпия За меня на Чемпионате мира WBFF Торонто Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok